Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Мы не сыграли целостно, на мой взгляд. И даже в первом тайме можно было действовать хладнокровней, плотней. Не дать прижать себя к штрафной площади и более эффективно действовать в атаке. Мы сделали замены для того, чтобы отодвинуть эту игру, для того, чтобы усилить игру флангами и нейтрализовать фланги соперника. Надо признать, что у нас это не получилось. Из-за этого, в общем-то, такая нецелостная получилась игра. То есть и результат нас расстраивает, естественно, но больше всего расстраивает вот это нецелостное содержание игры. Но, наверное, нам нужно через это пройти, потому что работы у нас очень много, и надо улучшаться. Улучшаться. Будем улучшаться. Будем работать. Пожалуйста, вопрос от коллеги. Здравствуйте. Ютуб-канал Тридас Крисун, Каил. Второй тайм получился, с самого начала второй тайм команда прижалась. Это следствие психологических проблем или именно физика не дошла к команде? Спасибо. Да, с физикой у нас все в порядке. Все-таки, слушайте, мы понимаем, что мы играем против ЦСКА. Там же люди тоже играют в футбол. И играют в футбол здорово. То есть это даже, я не скажу, что это психологические какие-то вещи. Потому что, слушайте, вести 1-0 и прижиматься к воротам, но это точно не наша история. И там сушить игру, это точно не про нас. В плане физика это все в порядке. Вот так и складывалась игра. И мы первый гол мы пропустили из-за того, что мы вот именно вот эта фаза переключения, когда мы чуть-чуть уснули и вторым темпом пошла атака. Мы не должны этого делать, да, естественно. Второй гол это пенальти. И тем не менее мы хотели вытащить эту игру. Олег Петрович, вопрос такой. Максим Максимов, лучший бомбардир ФМЛ в прошлом сезоне, вышел только на замену в втором тайге и не сразу. Он не очень готов или не выдерживает конкуренцию? Как вы это делаете? Да нет, он готов. Просто у нас есть ротация в зависимости. Есть определенная стратегия в зависимости от соперника. Это один момент. И второй момент, что каждый футболист, выходящий на замену, у нас вообще находящийся в команде или выходящий в старте, мы все должны понимать, что мы все должны оказывать максимальное давление, борьбу, мы должны взаимодействовать с партнерами. То есть это неотъемлемая часть. И выход Максимова, он, это был у нас такой стратегическая вещь. О том, что Максим лучший бомбардир ФНЛ, но даже мне неловко сейчас об этом говорить, потому что мы не ФНЛ. Этот лист мы перевернули 26 мая. И я прошу от всех футболистов, чтобы никто не жил иллюзиями. Нужно доказывать здесь и сейчас. Если ты нападающий, если ты бомбардир, неважно, если ты полузащитник или ты защитник, надо делать здесь и сейчас. Другого нет. Мы в РПЛ. На второй тайм план был отодвинуть игру от своих ворот. За счет чего? За счет раньше и плотнее встречать игроков во фланге и в средней части поля. Потому что ЦСКА делала плюс игроков за счет открывания инсайдов. И когда даже мяч приходил во фланг, мы с опозданием на это реагировали. Или мяч приходил к игрокам в центре поля. Они же вроде бы открываются, но на самом деле идет взаимозаменяемость. И поэтому здесь очень важна концентрация и подсказ. Здесь очень важно своевременно просто выдавливать. Это один момент, второй момент. При перехвате, при отборе мяча нам нужно было действовать хладнокровнее. Просто хладнокровнее. Мы сегодня перехватывали или отбирали мячей. И мы не вели игру так, как бы нам хотелось. Играть в быструю атаку. Мы же понимали, что соперник готов играть в быструю атаку. Мы понимали, что это видно по первым рисункам игры, что защитники делают уступ. Потому что быстрая атака у нас хорошо отлажена. Значит, надо было немного придержать мяч. Ну, просто вот хладнокровнее. И действовать. При атаке с фланга мы не должны ее устанавливать. Мы должны доставлять мяч в штрафную площадь, потому что наши нападающие открывались правильные зоны. Вот была такая идея, такая история. Олег, разрешите вас, прежде всего, поздравить с такой командой. Команда, видно, что готова играть на большем уровне у нас. И есть движение, и есть самоотдача, и есть болельщики, которые было сегодня у него немного приятно играть в Москве. Так что за это вам отдельное спасибо. И несмотря на счет 4-1, вы выпустили вратаря Илью Сынову на этот матч. И он спас 2-100% момента, но пропустил 4. Как вы видите следующую игру? Будет ли он стоять? Или у вас есть какие-то сомнения, что все-таки у вас вратаря, еще не лишена эта позиция? Ну, у нас нет сомнений не в каждом. Мы понимаем, что сейчас мы сыграли 4 тура. Мы все допускаем ошибки определенные. Мы забиваем, мы создаем моменты, и у нас спасают. Или же может быть какая-то ошибка. Основная наша идея, и вообще у нас в команде, мы выиграем вместе и проиграем вместе. Нельзя ни на кого вешать ярлыков, что кто-то ошибся. Каждый может ошибиться. То есть задача не допустить этих ошибок. Да, безусловно. И мы работаем в этом направлении. То есть мы сейчас понимаем о том, что это вот такой каждодневный труд, каждодневная работа, которая вот нужна, ну, знаете, как я хочу, я так скажу, что мне хочется, чтобы это вчера было. Но вот, знаете, как вот нужно работать, а это нужно было сделать раньше. И мы мотивированы. У нас нет иллюзий абсолютно. И мы в каждом уверены. Дальше как будет, но кто будет играть, безусловно, мы верим в Илью. И у нас замечательный тренер отреи, которого мы абсолютно доверяем его мнению. Поэтому будет так. Скажу на микрофон. Точнее, спрашиваю, Олег Петрович, после окончания матча вся команда собралась в круг на поле. И очень-очень долго о чем-то говорила. И вы с ней говорили, с этой командой. Можете раскрыть секрет? Какова тема была? После окончания? Да, я могу. Я сказал, что две... Для нас... Для нас... Мы... Мы вот сейчас... Вот мы все проиграли. Мы окунулись вот так. Не важно, кто-то из нас играл лучше или играл хуже. Кто-то допустил ошибки, а кто-то нет. Мы все вместе здесь, значит, мы все здесь проиграли. Не важно, кто играл на поле или кто был на скамейке запасных или нас, тренерских состав. Мы проиграли все вместе. Через это надо пройти. И нужны две вещи всего. Первое. Ни в коем случае не... Не упасть духом. Потому что корабль тонет тогда, когда наполняется водой. И сейчас попала вода. Ее, значит, все вместе надо вычерпать, вылить и двигаться дальше. Корабль тогда будет... Будет на плаву. И ни в коем случае не обращать внимания ни... ни на какую-то там, я не знаю, там, критику, еще что-то, еще что-то. Это будет много. Безусловно, что если мы сыграли неудачно, так оно и будет. Мы переходим ко второй части. Вторая часть, это... Значит, мы все вместе должны работать еще сильней, чтобы не допускать таких вещей. Вот это было сказано кому-либо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ